Дорогие друзья, сотрудники Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шергина предлагают вашему вниманию рассказ «Волшебная монетка» из одноименного сборника сказочных историй Энит Блайтон. Сказочные истории английской писательницы Энит Блайтон пользуются огромным успехом во всем мире и уже стали классикой детской литературы. Может потому, что они всегда немного поучительны и в меру назидательны. А иначе как ребенок узнает, что хорошо, а что плохо? Эти истории можно читать в один пересес с ей книгой или по одной истории на ночь. Итак, «Волшебная монетка». Однажды утром Джинни шла по улице и вдруг заметила, что у нее под ногами что-то блестит. Она наклонилась, чтобы разглядеть получше и даже захлопала в ладоши от радости. На тротуаре лежала новенькая блестящая шестипинцевая монета. «Вот это удача!» — воскликнула Джинни. «Вот так находка!» Девочка подняла монетку и совсем было собралась положить ее в свой кошелек. Но тут вдруг вспомнила, что говорила ей мама. «У всякой потерянной вещи есть свой хозяин, и порядочный человек обязательно постарается найти его и вернуть ему пропажу». Джинни взглянула на сверкающую монетку и нахмурилась. Еще чего не хватало. Сердито пробормотала она. «Я нашла денежку, значит, она моя!» На всякий случай Джинни оглянулась, не ищет ли кто-нибудь потерянную монету. Но никого не было. Тогда девочка положила находку в кошелек, защелкнула замочек и пошла себе дальше. Завернув за угол, она увидела на другой стороне улицы соседского малыша по имени Вилли, который горько плакал. Джинни была доброй девочкой и поспешила к нему, чтобы утешить его, расспросить, что случилось, и постараться помочь. Она уже начала переходить улицу, но вдруг остановилась и задумалась. Ей перешла в голову неожиданная мысль. А вдруг именно Вилли потерял эту монету? Наверное, поэтому он плачет и боится идти домой, ведь мама его будет ругать. Что же теперь делать? Неужели придется отдать ему деньги? Нет, ни за что. И вообще, почему я решила, что это он потерял монету? Может, он просто-напросто упал, ушиб коленку, вот и плачет от боли? Джинни повернулась и побежала прочь, так и не спросив у Вилли, что с ним случилось. Но это еще было не все. Вернувшись домой, Джинни не стала ничего говорить маме про шестипинцовую монетку. Девочка решила припрятать ее и тайком потратить свое удовольствие, так, чтобы никто не знал. Я накуплю себе конфет, мороженого и пирожных, мечтала Джинни, и все съем сама. Ни с кем не стану делиться. Сказано, сделано. После обеда Джинни отправилась в кондитерскую и на все шесть пенсов накупила там дешевых разноцветных леденцов. Розовых, зеленых и желтых. Мама никогда не покупала их. Она говорила, что от них только один вред. Джинни вышла на улицу с тремя свертками и съела сначала розовые, потом желтые и, наконец, зеленые леденцы. Съела все, без остатка, никого не угостив и ни с кем не поделившись. То-то было пиршество. Пальчики оближешь. Наевшись конфет, она вернулась домой, где ее ждала мама с приятной новостью. Джинни, только что у нас была твоя лучшая подруга Хильда. Завтра она приглашает тебя в гости на свой день рождения. Давай подарим ей розовую атласную ленту и такую же розовую сумочку. Джинни захлопала в ладоши от радости. Сегодня мне им удивительно везет, мамочка. И в самом деле сначала она нашла монетку, купила на нее лакомство, которое съела сама, ни с кем не поделившись. А теперь еще и приглашение к подруге на день рождения. Просто удивительное везение. Сегодня ты никуда не пойдешь, Джинни, сказала мама. Тебе нужно выздороветь, поэтому ты будешь лежать в кровати и набираться сил. Как же так, мамочка, жалобно скликнула Джинни. А день рождения Хильды? Ведь я собиралась к ней на праздник. Ничего не поделаешь, покачала головой мама. Ты все еще больна, и тебе придется остаться дома. Ночью тебе же было совсем плохо. Ума не приложу. Что могло случиться? Вроде бы за ужином, не за обедом ты ничего плохого не ела. Джинни вспомнила про купленные тайком разноцветные леденцы. Густо покраснела и уткнулась в подушку. Она-то отлично знала, что случилось. Все дело было в дешевых сладостях, которыми на тайком объелась вчера. А ведь мама всегда предупреждала ее, что от этих конфет только вред. Зачем она не послушала маму? Никогда в жизни больше не притронусь к этим леденцам, думала бедняжка Джинни. И вообще больше никогда-никогда не буду есть сладкого. Ах, как же мне плохо. И по делам же мне не надо было быть такой жадной и скрытной. Джинни представила себе, как все дети соберутся у Хильды. Как там будет весело. Вчера она так обрадовалась, когда получила это приглашение. И вот теперь ей перейдется весь день лежать в кровати и пить противную микстуру. Джинни стала ужасно жаль, что все так случилось. И она горько расплакалась. Это все из-за сласчастной шестипинцовой монеты, думала она. Я сама виновата во всем. Я пожадничала и взяла ее себе, даже не попытавшись выяснить, кто ее потерял. Я уверена, что это был Вилли. Но вместо того, чтобы вернуть ему монету, я взяла ее себе, накупила этих противных леденцов и съела их. И вот теперь у меня болит живот. И я не могу пойти на день рождения к Хильде. Ах, как мне плохо, как плохо. Наступил вечер. Джинни выспалась, отдохнула. И ей стало лучше. В шесть часов мама заглянула проведать ее. У меня есть для тебя сюрприз, улыбнувшись, сказала она. Взгляни-ка на эту красивую коробку. Знаешь, что там внутри? Разноцветные карамельки. Этот подарок прислала тебе Хильда со своего дня рождения. Она желает тебе побыстрее поправиться. Джинни открыла коробку. Там действительно были разноцветные карамельки. Зеленые, розовые, желтые. Но Джинни сразу поняла, что эти конфеты, хотя они и были точно таких же цветов, гораздо лучше и вкуснее дешевых леденцов, купленных на злощадную монету. Но Джинни не могла есть ни одной конфеты. Ее тошнило от одного и его вида. «Забери скорее эту коробку, мамочка», — грустно сказала она. «Я не хочу конфет. Стоило мне взглянуть на них, как у меня снова заболел живот». Она протянула маме коробку и горько расплакалась. Мама покачала головой, поставила коробку на стол, села на краешек кровати и тихонько спросила. «Джинни, дорогая, ты ничего не хочешь мне рассказать? Если у тебя что-то случилось, я постараюсь тебе помочь. С кем же еще поделиться своими горестями, как не с мамой?» «Да, мамочка, я тебе все расскажу», — всклипнула Джинни. Принялась рассказывать о том, что с ней случилось. И о шестипенцевой монетке, и о Вилле, и о плохих дешевых леденцах, от которых у нее разболелся живот. Мама внимательно выслушала ее историю, вздохнула и, погладив Джинни по голове, сказала. «Я рада, что ты честно призналась во всем. Не надо больше плакать, дочка. Еще не поздно исправить ошибки. Кстати, ты угадала, это Вилле потерял монетку. Я знаю точно, потому что вчера разговаривала с его мамой. Как ты думаешь, в твоей копилке найдется монетка в шесть пенсов?» Джинни захлопала в ладоши. «Конечно найдется. Я отдам ему свою монетку взамен той, которую он потерял. И знаешь, я хочу подарить ему еще кое-что». Я догадываюсь, что именно улыбнулась мама. «Да, мамочка, я отдам ему карамельки, которые мне прислала Хильда. Я думаю, ему будет очень приятно. Я ведь тогда съела все леденцы одна. Зато теперь подарю ему всю коробку. Не хочу больше быть жадиной. Молодец, дочка. Вилли любит конфеты и очень обрадуется подарку». «Надо было сразу же вернуть ему шесть пенсов, а не брать эти деньги себе задумчиво», — произнесла Джинни. «Я взяла чужое, и от этого приключились все эти неприятности. Надо всегда поступать честно и правильно, Джинни. Зло всегда рождает только зло. Если ты делаешь что-то дурное, это никогда не принесет тебе ни радости, ни счастья, а от добрых дел будет только хорошо и тебе самой, и всем вокруг». Так оно и было. Наутро Джинни отправилась к Вилли и попросила у него прощения за то, что не вернула ему найденные деньги. Потом она отдала ему шести пенсовую монетку и подарила коробку конфет с разноцветными карамельками. Вилли очень обрадовался. «Милая Джинни, большое тебе спасибо и за монетку, и за чудесный сладкий подарок. В субботу у меня день рождения. Приглашаю тебя на праздник. Приходи вместе с Хильдой. Я и моя мама будем вам очень рады». Джинни поспешила домой, чтобы скорее рассказать маме, что Вилли простил ее и даже пригласил к себе в гости. А в субботу Джинни и Хильда вместе пришли к Вилли на день рождения. Там было полным-полно разных сладостей. И конфеты, и пирожные, и большой именинный торт. Настоящий пир для таких сладкоежек, как Джинни. «Милая Джинни» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова